Ежегодно День ВДВ представители крылатой пехоты отмечали показательными выступлениями на территории 98-й гвардейской дивизии. В этом году традицию изменили. Торжественные митинги и поздравления проходили у памятника генералу Маргелову. Посетили мероприятие первые лица региона. В Рио губернатор области Павел Коньков отметил, что с этого года День ВДВ для него семейный праздник, так как его сын уже три месяца проходит срочную службу в рядах этого рода войск. Именно с десантными войсками мы связываем все успехи за последние десятилетия, которые достигла наша российская армия. Это элитные войска. Ну и конечно 98-я наша родная Ивановская дивизия. Ивановцы горды этим. Ивановы любят 98-ю. Ивановцы всегда интересуются ее успехами и делами. Возложили цветы к монументу Героя Советского Союза, командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Те, кто служит сейчас в ВДВ – ветераны и представители будущих поколений военных. Этот род войск считается элитным. Быть одним из так называемых «голубых беретов» очень почетно. Он воспитывается в духе патриотизма. И он подражает деду и солдата. А есть какие-то традиции? Как традиции? Вспомнить погибших ребят, с которыми служили за речкой. Так? С друзьями встретиться. В этом году отмечается 84-я годовщина образования войск. Основной девиз ВДВ «Никто кроме нас», рассказывают военные, десантники придумали во время Великой Отечественной войны. Но актуальности он не теряет до сих пор. В этом году военнослужащие 98-й гвардейской дивизии, расположенной и на территории нашего региона, первыми в мире десантировались в Арктику, на остров Котельный. Дивизия отмечает 70-летний юбилей со дня образования. Это приблизительно почти 8 тысяч человек. Базируемся в трех гарнизонах. Гарнизон Ивановский, Костромской и на территории Ярославской области находится наш полигон, где мы там совершенствуем свой БВПП. Дивизия является соединением постоянной готовности, выполняет задачи по плану Верховного, Главнокомандующего, Минерального штаба, Министра обороны и командующего ВДВ. По традиции, неформальные торжества в честь Голубых Беретов проходили в разных точках города в течение всего вечера. Как итог, по данным полиции, задержаны за нарушение административного законодательства 11 бывших военнослужащих ВДВ, один из которых в ночь на 3 августа пытался на Грейдере проехать к фонтану на площади Пушкина. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.